Мы так смеемся, что мы на хайпе. Многие пугаются названием Центра современной драматургии. Они думают, что это обязательно голые люди, кто-то матерится, и какая-то непотребчина. Вдруг оказалось, что люди делают театр вместе с нами. Самое страшное, что это кому-нибудь понравится. Если люди до сих пор считают, что в Омске ничего не происходит, значит, они сидят дома. Вот если ты сидишь дома, для тебя действительно тогда ничего не происходит. Наверное, в плане событий, конечно, здесь все достаточно сжато, что здесь, ну, как бы так, концентрировано. Но, опять-таки, когда ты находишься в Москве, ты не можешь посетить все эти мероприятия. И ты в любом случае посещаешь примерно столько же мероприятий, если ты активный, сколько ты бы посетил здесь при такой же активности. Я просто мне рассказывала, наша актриса одна, она ехала в маршрутном такси и слышала разговор, когда девочка ехала с подругой москвичкой. Она говорит, нет, у нас здесь тоже есть, что посмотреть. Вот галерея Левая нога и вот этот странный театр в центре города. Зара Демидова. Актриса. Заместитель директора Центра современной драматургии «Омск». Студентка Китиса. Нашему театру исполняется два года, 17 августа. И можно сказать, что мы такой достаточно молодой театр. Так, ну, здесь проходит все наше время. Здесь, наверное, театр начинается для зрителей с этого фойе и для нас тоже начинается. Здесь мы встречаем зрителей, когда они приходят. Вот это вот вход для актеров. И если нам нужно попасть на сцену из какого-то другого места, вот здесь тоже дверь на сцену. А сейчас там проходит репетиция. В основном мы репетируем всегда на сцене. Вот. Ну и, в принципе, здесь, наверное, и живем. Потому что приходим мы сюда к 11 и уходим в 11, в 12 обычно. Репетиция идет, мешать нельзя. Мы так смеемся, что мы там, мы на хайпе. То есть мы всегда хайпуем, берем какие-то вещи, которые сейчас актуальны. Просто многие пугаются названия центра современной драматургии. Они думают, что это обязательно голые люди, кто-то матерится, да, и там, и какая-то непотребчина. На самом деле современная драматургия – это просто люди, которые еще живы, авторы живые. То есть пьеса может быть написана, как в случае Николая Каляды, да, там, в 89-м году, а играется сейчас. Но это современная драматургия, потому что это живой автор, который… Но мы сейчас уже приняли такое решение, что центр современной драматургии будет расшифровываться по-разному. Вот как тебе хочется, так и будет. Это центр сценического действия, центр семейного досуга, центр счастья и добра. То есть вот как тебе нужно, так и будет. Потому что мы тоже хотим ставить и классические произведения. Вот мы выиграли грант на постановку «Буря» по Уильяму Шекспиру в переводе Татьяны Тульчинской. Этот перевод еще никто не ставил, мы первые. Он такой, достаточно вольная адаптация. Это будет мюзикл. То есть мы хотим себе, почему бы нет, почему на Уильяма Шекспира не замахнуться. «Буря» – это сказка, это красивая история. Она так и появляется, как… Вот именно она не раздавится, она просто как на лыжах такая. И вот она. И мне кажется, этим можно пользоваться. Во всяком случае, это будет классная динамика и может быть очень смешно. Вот, кстати, Ариэль – единственный персонаж, который стебет, что он говорит стихами. А, то есть это прям стебает, что я говорю стихами? Ну, да, наверное. Лечу, бегу, спешу, спусь мой свет, хозяин мой. Привет, привет, привет. Дальше, дальше, дальше. Исполнить фея воздуха, тот час, любой каприз, приказ, указ, наказ. Потише, Ариэль. Что за вид? Не фея, а какой-то черт морской. Скажи ко мне, нелепое создание. Исполнила ты все, как я велел? И удалась ли буря? Ариэль носится по сцене, показывает бурю. Ветер, гром, молния, грох, волк. О, хозяин, такого шторма не видал Нептун. Я вид, как налетела на корабль, его в безумной фиатке затружила, подбрасывала в небо грозовое. Трясла, крутила и свергла в брохость. Дорога, сантрон вылетает. По поводу того, как я попала в театр, Дело в том, что я, в принципе, у меня мама бывшая балерина, и она всю жизнь занималась балетом, и меня вот где-то в пять отдали на балет. И потом я с семи лет уже занималась музыкальным театрю, Натальей Леонидом Тороповой. До одиннадцать я занималась. Но балет это было не мое, мне вот, наверное, это не очень нравилось, хотя я старалась. Но я тогда избегала, и мама меня находила, что я не хожу на балет. Но потом в какой-то момент я сказала, что все, хватит. И в тринадцать я пришла в лицейский театр, пришла в студию к Александру Гончаруку. И через два года мы ушли в театр-студию Гончарука, собственно. И, конечно, это была такая изначально очень хорошая школа жизни. И, наверное, мы этим всем и отличаемся, те, кто оттуда и пришел, и там вырос. Не всегда это хорошо, но очень много хорошего и осталось, за что я, конечно, благодарна. Это конкретно за вещи, которые во мне воспитали. Потом пришел Игорь Григурко уже в ТОП-театр, и ему я просто низкий поклон, потому что благодаря нему мы поработали с очень крутыми режиссерами. Именно там я, в принципе, поняла, что такое быть артистом. Игорь Григурко, который делал свой пластический тренаж, это суперподготовка для артиста, для драматического в том числе. Мы вообще, когда начинали создавать ССД, мы вышли из такой, как бы, культурной изоляции, да, потому что мы работали очень келейно, мы сидели у себя в театре и никого не знали. Когда мы вышли в город, грубо говоря, вдруг оказалось, что люди делают театр вместе с нами. То есть они нам действительно помогали. Нам первое время приносили деньги люди, приносили просто, мы репетируем, нам приносят пиццу. Говорят, вот, пожалуйста, пусть артисты поедят. Нам стали приносить вещи для спектакля. До сих пор унесут, приносят, причем такие раритетные. То есть там чемоданы. Дима Верженом принес у нас 30 чемоданов. Вот этих вот, которые, знаете, вот сейчас уже не носи. И ощущение, когда ты делаешь театр вместе с городом, конечно, дает тебе такую какую-то подушку уверенности в том, что ты действительно здесь нужен. И то, что здесь действительно много чего происходит. Это лето, не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Ну то есть это классно, когда куча людей собирается. И мне кажется, в принципе, мы хотим саккумулировать здесь такое и театральное сообщество, и культурное. Потому что там художники из левой ноги. То есть ты можешь как бы не заниматься театром, не заниматься искусством. Но если ты любишь искусство, мы хотим, чтобы всегда человек мог прийти, да, и что-то там с кем-то просто пообщаться может быть интересно. Смотреть, узнать о чем-то еще новом. Если ты в потоке информации, ты всегда знаешь, что здесь, там, в парке, на Королево, там, да, филармония, то, что у нас делают, мне кажется, я бы редко кто-то так делает, чтобы симфонический оркестр, да, выходил, потому что мы с ними тоже делали джаз-баттл. И, извините меня, когда Васильев импровизирует вместе с нами, но это дорогого стоит, потому что, казалось бы, там, академическая, да, вот, какая-то школа, абсолютно другой вид искусства, такой элитарный, и они работают с нами. И это классно, когда мы объединяем, ну, как нам кажется, мы хотим это делать, объединять вообще, в принципе, пространство. Готовы? Да! Если мой свет, ты напиши мне, весенним лучом на белой стене. Драма-паттер! Добрый вечер! Дело в том, что мы все считаем, что там артист должен быть всегда в тренинге. Времени проводить тренинги у нас нет. А когда мы вот здесь выходим и соревнуемся, потому что на самом деле это действительно чистая импровизация, мы берем там, изначально брали какие-то любые тренинги актерские, которые там все артисты когда-либо проходили у себя в школе, в мастерской, когда они учились. Это там и Станиславский, и Кнебель, и Гиппиус, и все эти мы тренинги, естественно, перерабатываем в более шутливую форму. Но это настолько живо, потому что раза два там я плачу точно от смеха во время импровизации, и ты никогда не ждешь. Потому что мы приглашаем театр, во-первых, мы так и знакомимся с другими театрами, и видим сразу, как работают эти артисты, и насколько они работают классно в импровизации, насколько круто они в ней существуют. Это здорово. Артист театра «Кукол Орликин» и Сергей Кривцов-Мочерская Олега Теплоухова. Фанатка пытается пройти мимо охранника, чтобы попасть в гримерку. Руки вверх! Три, два, один, поехали! Ликвизитор, инквизитор, валеновые пижаки! Да! Мы делаем то, что нам нравится. В первую очередь, потому что у нас решают не только Ярик со светой, художественный руководитель и главный режиссер. В любом случае, сначала мы, во-первых, делаем обычно читку в спектакле, и мы слышим, как зрители ее чувствуют. Если зрителям изначально не понравилась она в читке, причем конструктивно, мы же задаем вопросы, они отвечают нам. Если они нас убеждают в том, что это ставить не надо, мы не будем это ставить. Пицца-театр – это такой у нас квартирник, где мы читаем пьесы, поем песни, и зрители еще могут есть пиццы. И последний у нас пицца-театр был, когда мы предложили зрителям после прочтения пьесы сделать вместе с нами такой спектакль. У нас была вокальная группа, у нас была хореографическая, режиссерская, и мы думали, ну ладно, кто вот не пойдет, они будут есть пиццу, мы будем им есть. В зале было 70 человек и пошли 60. Спасибо большое, что вы сегодня, день города, с нами в самом центре современной Бронтургии, где вот прям мы топим за актуалочку и за сегодняшний день. Андрей, давай музыку. Какую-нибудь кончику нам нового актера. Всем вот этот фидбэк нужен, который нам кажется очевидным, потому что мы постоянно работаем на сцене. А людям действительно интересен процесс творчества, потому что нет нетворческих людей, я убеждена. Чем это интересно? Потому что здесь другой формат вовлечения человека в спектакль, когда ты не являешься непосредственным зрителем, а его участником. Вот, например, спектакль по мотивам Чака Паланика, бойцовского клуба, Ярослав, он так изначально и задумал, что люди должны чувствовать, что они пришли в эту группу поддержки. И сейчас у них должно быть ощущение у мужчин, что они могут встать в этот бойцовский клуб и выйти. И многие, и вот это очень дорого, когда мужчины встают, аплодируют, не женщины, а мужчины первые поднимаются, и говорят, а что можно было выйти и подраться. Мы, в принципе, исследуем театр разножанровый, площадной театр, это тоже, это достаточно интересно, потому что у тебя нет, грубо говоря, никаких костылей, свет, звук, это все, в принципе, отсутствует. Мы делали также совместно с Мега спектакль, иммерсивную экскурсию культ личности по личностям Омска, по истории города Омска. И вы знаете, у нас была там часть, где начинался Федор Михайлович Достоевский, и он у нас там только пел и ходил, вот где за драмой этот острог раскопали. И вдруг, когда почему-то погода начинала нам подыгрывать, то есть мы начинаем экскурсию солнца, мы доходим до Достоевского, а это было весной, начинается град какой-нибудь, дует ветер, и вот это все на остроге происходит, и только мы возвращаемся, идем дальше к Рождественскому Николаю Зеленителю, доходим, опять солнце, опять какое-то счастье, и все, и это, знаете, прям как будто бы Омск становится такой декорацией, то есть он тебе дает и освещение, он тебе дает настоящий ветер, который дует. На этом Достоевском, ну, у людей, правда, мурашки, да у нас самих, потому что они стоят, их обдувают, они поют песню, и вот сама вот эта вот его история, его жизнь трагическая, а в конце это свето-счастье, когда там Николай Рождественский говорит о том, что надо самим что-то делать для своего города, и звучит там, этот город лучше на земле из колонки, но при этом светит солнце ярко и радуга, и это было вот там из десяти, по-моему, экскурсий раза три-четыре, вот такое прям случалось, мы подумали, наверное, нам Омск помогает что-то доигрывать. Вот здесь, например, мы хотим здесь сделать проект, потому что нам кажется, что он будет действительно интересным, здесь всегда есть какая-то публика, которая тоже приходит за какими-то ощущениями, а использовать, знаете, как декорацию естественную, там, брать те же окна, балконы, вот эту брусчатку, это, ну, это сразу добавляет атмосферы, потому что театр, это, конечно, круто, когда ты создаешь атмосферу сам, свет, звук создают, декорация, ты как артист, а здесь ничего делать не надо, и ты набираешь эту атмосферу для себя отсюда. Это мероприятие нам предложила Ульяна Исаенко, она тоже ходила к нам на спектакль и сказала, давайте сделаем что-то интересное и вам, и мне, и мы решили, это было бы круто, поэтому здесь мы в течение августа будем делать такое иммерсивное, наверное, больше шоу, чем спектакль, это будут, здесь будут играть диджеи работать, и мы будем делать иммерсивные вставки такого итальянского дворика, то есть мы хотим сделать такой, прям здесь, во-первых, я всегда давно смотрела на эти балконы, думала, здесь находишься как в Европе немного, вот в этом месте, и здесь сделать, мы хотели бы такой итальянский двор, такой, знаете, со своими красками, плюс август, дай бог, будет хорошая погода, я надеюсь, нам снова Омск поможет, чтобы здесь ходили какие-то итальянские дети, итальянская мафия, и вот создать вот эту атмосферу какого-то другого пространства, что в Омске тоже можно сделать другое пространство, ну, а Ульяна нам поможет это все дело одеть красиво, сделать это очень стильно, потому что все-таки это должно быть, ну, так, вы знаете, мы ориентировались на рекламу с Моникой Белуччи, что все должно быть как у Моники Белуччи, вот, Ульяна в этом очень хорошо разбирается, она, в принципе, такой отважный человек, она кидается тоже вместе с нами в любые наши какие-то авантюры, и готова предоставить, когда мы ей сказали, Ульяна, давай мы твои вещи будем кидать с балкона на землю, там, девушка будет кричать на своего парня, кидать с балкона, она сказала, давайте, все в порядке, то есть, как бы, вот так нам человек разрешил свои вещи из магазина кидать на пол, потому что, как бы, ей это тоже интересно. Мне кажется, что в этом образе как раз будет хорошо, вот эти люди, которые у нас будут на шезлонгах, и вот такие летние неапольцы, да, которые выходят, вот с бокалом вина из одного вина возьми, и вот они выходят, и она кричит там своему ребенку, говорит, Павло, не прыгай в воду, я что-нибудь ему долго кричу, и вот так вот что-то показывает, вот, и у нее какой-нибудь муж тоже, муж у нас будет в трусах, это на всех качка накачано, и она будет вот так ходить просто, и пить вино, и материться по-итальянски, ну, просто будет говорить по-итальянски, ладно, так скажем, и вот просто будет играть в Dolce Vita, все, это у нас, да, костюм для Dolce Vita, отлично. Изначально, когда мы делали центр современной драматургии, мы решили, что мы делаем его своей командой, а так как все-таки мы профессиональные актеры, режиссеры, драматурги, и театр тоже должен был быть профессиональным, поэтому, естественно, мы зарегистрировали в себя свое название, свой театр, мы трудоустраиваем людей, и, естественно, встал вопрос сразу, так как мы на самоокупаемости платить кому-то отдельно, нанимать человека, ну, у нас просто нет средств на это, это действительно так, и, естественно, поэтому мы стали выполнять функции различные административные, которые мы разделили между собой, и я не самый организованный человек в жизни, но с этим делом я пока справляюсь, я взяла на себя функции административной части, я изначально гуманитарий, я вообще складываю только на калькуляторе 8 плюс 7, для меня, в принципе, это все сложно, ну, наверное, так по карме, что раз вот тебе сложно, давай учись и занимайся этим. И я думаю, что здесь это вопрос больше желания личностного, потому что мы делаем свое дело, но это дело, которое ты делаешь, и которое без тебя не будет расти и развиваться, и поэтому тут уже, наверное, мы надеемся, что мы скоро очень станем известными, богатыми, знаменитыми, и нам это все воздастся. Я считаю, невозможно театр жить на самоокупаемости, это правда, государственным театром, это очень тяжело, но здесь, наверное, нас вот именно вот эта работа и вера в работу и спасает, нам помогают гранты, которые дают и Союз театральных деятелей, и вот президентский грант мы взяли, и форум Ритм мы ездили, брали грант, то есть мы как-то стараемся найти средства извне, но почему-то люди в городе находятся, которые нам всячески помогают, которые с нами всячески работают, и, ну, наверное, за счет этого и держимся, потому что те же художники, которые приходят, я понимаю прекрасно, сколько стоят эти художники, сколько стоит их работа, но с нами они, слава богу, работают, я не знаю тоже почему, но, наверное, это какой-то феномен, почему мы держимся, не знаю. И есть такие театры, в принципе, и в России, это и ЦСД в Екатеринбурге, и Калейда театр, это театры, которые работают сами, конечно, они тоже находят где-то деньги извне, но, в принципе, это, мне кажется, это желание зрителей ходить к нам, пока есть зритель, мы будем существовать. Что касается Омска, перспектива у нас, ну, у нас всегда было много театров непрофессиональных, профессиональных, в принципе, это очень театральный город, у меня вот однокурсник из Астрахани, они приезжали на гастроли, и он сказал, какая у вас прекрасная публика, как они хорошо принимают, и это не первый раз, мне кажется, когда люди, которые приезжают, удивляются именно нашей публике, благодарной публике. И перспектива, мне кажется, это действительно зависит от каждого театра. Наверное, я думаю, что она хорошая, потому что сейчас все больше людей желают говорить о себе, говорить, как-то быть социально активными, с какой-то, наверное, позицией. Ты можешь ее разделять, либо не разделять, но она у них есть, и, наверное, значит, им есть что сказать. А если тебе есть что сказать, значит, есть человек, который тоже может разделить твои загляды. Мастер Ярослава на курсе всегда говорил, самое страшное, что это кому-нибудь понравится. У нас, конечно, отсутствует всяческий экзот, мы работаем, бывает, и без выходных, и прочее, но когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, для чего ты работаешь, ради этой секунды, наверное, одной на сцене за два часа спектакля, то тогда все схлапывается у всех. Чувствует! Наверное. Что? Можно свет выключить? У меня вечеринка для новых кроссиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кирилл, ты мне так не ответил? А что отвечать? Я же сказала, мне снится темнота! Ну, может быть, мне все-таки что-то скрывается? Окей! В ней скрываются трансцендентные уравнения. Все, я ответил? Это очень интересно, Кирилл. А что это? Да просто уравнения, которые не являются алгебраическими. Спасибо. Википедия. И ты боишься, что они на тебя нападут? Ой, да мы все боимся. У меня тут папа недавно спросил, какая тема в школе мне сложнее всего дается. Я просто взяла на тетрадку с полки, открыла в середине и прочитала. Линейные уравнения, и в пятом классе проходят. Но папа поверил, дал пять тысяч на эти стрессовые мероприятия. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что, ну, это моя такая жизненная философия, что, наверное, если я не буду счастлива как человек, то моему сыну, наверное, тоже не будет от этого слишком радостно. И, наверное, это вот постсоветское воспитание, когда женщины, в принципе, начинают понимать, что не стоит. И мне кажется, это очень опасно для детей, когда ты только воспитываешь ребенка. Когда ты же мать сейчас, по слову, когда ты занимаешься только этим. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что мы пропускаем часть его взросления. Мы стараемся всегда быть с ним, когда можем. Мы берем его в театр. У нас есть у него и спальное место, где он может поспать в театре. И с ним уже сидела половина трупа, наверное, когда мне нужно на спектакль. Кто-то приезжал с ним посидеть. Домой он был еще совсем маленький. Вот даже Мишка Визерель, артист Юза огромный. Михаил, вот он с моим 7-месячным сыном сидел на диване у нас дома и ждал, пока его подменит моя мама. Но мы все равно, мы стараемся заниматься его воспитанием. Мы стараемся проводить с ним очень много времени. Насколько это позволяет нам наша работа. Ты можешь как угодно воспитывать ребенка, но ему все равно будет, что рассказать своему психологу. Я думаю, что ему будет приятно, что его родители тоже реализованы. И вообще, мне кажется, мы хотим... Ну, вот это мое личное желание так вырастить ребенка, чтобы там лет 16 его звали куда-то. Друзья, он сказал, нет, я сегодня тушу с родителями. Вот мне очень хочется, чтобы у нас было вот так. Работать вместе с мужем, я бы не сказала, что это слишком сложно. Наверное, может быть, кому-то сложно вокруг, ребятам, кто это видит. Мы практически не общаемся с ним на работе. Мы можем не видеться весь день. Мы познакомились, когда он еще не был режиссером. Мы были с ним просто коллеги, мы были оба артистами. Но я научилась его слушать, слушаться, слушать. Вот. И я стараюсь, надеюсь, что у меня получается. Это, наверное, надо у ребят спросить, как бы отключать функцию вообще жены на сцене особенной. Хотя, конечно, мне иной раз скажут, что он больше всех ко мне придирается, что он не хвалит меня никогда, что недооценивает. Ну, как бы, в целом, потом, когда все стабилизируется, я понимаю, что все в порядке. Мы все работаем для чего-то, и, конечно, мы идем в какой-то перспективе. Говорить, что мы не питаем надежд, было бы лицемерием с моей стороны. Но я надеюсь, что, наконец-то, мы, там, ну, как можно мерить? Получим золотую маску, да, нас будет везде ознобай. Меня пригласили Асимаса в Марву. Ну, такие мечты, наверное. Ну, загадывать сложно. Я думаю, что мы идем к нашей цели по выбранному пути. Мы хотим стать очень классным, очень крутым театром, где будут полные залы, и где также город будет делать этот театр вместе с нами. Где мы будем говорить о том, что интересно людям. Где люди будут нас слушать. Где они будут создавать, вливаться в нашу команду как-то. Потому что мы для всех открыты. И я надеюсь, что... Я хочу, чтобы мы стали феноменом вообще в российском пространстве, может быть, в мировом. Что есть, ну, как мы этого добьемся, я не знаю. Ну, надо же ставить высокие цели, к ним идти. И я думаю, что мы к этому идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова